А теперь к одной из важнейших дат в истории нашей страны. 23 августа отмечается ежегодно как День воинской славы России. 79 лет назад, в 1943 году, советские войска разгромили немецко-фашистских захватчиков в Курской битве. В честь этого события в Твери, около Белиска Победы, прошла торжественная церемония возложения цветов. На ней побывала Наталья Федорова. Курская битва – одно из самых масштабных сражений Второй мировой войны, которая проходила по всей линии фронта между Орлом и Белгородом с 5 июля по 23 августа 1943 года. Что такое Курская битва? Во-первых, это битва идеологии была. С каждой стороны участвовало в районе около 6 тысяч танков. Вы можете только представить, какое огромное количество техники было на том пятачке Курской битвы. И эта дата является одним из переломных событий в нашей истории. Это был целый комплекс оборонительных и наступательных операций советских войск с целью отражения масштабного наступления вермахта и переходом к контрнаступлению. Оно стало одним из крупнейших столкновений бронетехники в мировой истории. Это было жесточайшее сооружение. Гитлер и его окружение считали, что после поражения под Саленградом они могут еще вести наступательные операции, славить наши вооруженные силы и дальше идти опять на Москву. Но этого не случилось. В этот знаменательный день в Твери у обелиска Победы состояло заступление почетного караула на пост номер один, а также возложение цветов к подножию монумента. В торжественной церемонии приняли участие представители ветеранских, молодежных и военно-патриотических объединений. Такие праздники и мероприятия должны обязательно проводиться среди нашей молодежи, потому что благодаря таким мероприятиям память о героях, которые принесли свои жизни, которые сражались за нас, благодаря которым мы живы, остается жива. В Курской битве воины Красной Армии проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Свыше 100 тысяч человек были награждены орденами и медалями. 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. Для нас, ныне живущих, важно сохранить память о тех героях, которые победили путем ценой своей жизни, и не допустить, это самое главное, возрождение фашизма на всей земле. Потери живой силы и техники нацистов в Курской битве были таковы, что у них больше не было ресурсов для по-настоящему масштабных наступательных действий. После этого сражения окончательная победа Красной Армии стала неизбежной, хотя до нее еще было очень далеко. Продолжение следует...